Здравствуйте! Сейчас я расскажу вам одну интересную историю. Историю из истории кинематографа. Вот был такой известнейший наш советский кинорежиссер Михаил Ром. Ну, действительно, великий кинорежиссер, без всяких натяжек. Первый такой вот фильм, который обратил на него внимание, он снял очень, так сказать, скромными средствами. По рассказу Мапасана Пышка, буквально в двух или трех интерьерах, он снял фильм, который всем понравился. Это было, по-моему, в начале 30-х годов. И самое главное, на этот фильм обратил внимание сам хозяин, Иосиф Виссарионович Сталин. И он сказал, а не попытаться ли вам снять нашу советскую версию одного голливудского фильма? Был, оказывается, такой голливудский фильм, снимал его Джон Форд. Джон Форд – это знаменитейший кинорежиссер. Ну, вот то, что есть хорошего в жанре, так сказать, вестерна, это создал он. Мало кто из любителей кино не смотрел его фильм «Дилижанс», классика, жанр, скажем так. Так вот, он снял фильм. Назывался он «Потерянный патруль». Причем это был ремейк некого британского фильма, еще, наверное, немого конца 20-х годов. Потому что тот фильм британский никто не видел, про него только все слышали. А это вот такой был фильм. Группа британских солдат пробирается по Месопотаме, то есть современный Ирак, выполняет задание, вдруг невидимый снайпер арабов убивает их командира, они не знают, куда идти, попадают в оазис, и их невидимые арабы одного за другим истребляют. Вот попробуйте такой вот фильм, захватывающий, такой, драматический, напряженный. Попробуйте снять что-нибудь подобное. И Михаил Ром попробовал. Получился фильм, «13» называется. Между прочим, он был в прокате вплоть до 60-х годов. Я его в обычном советском прокате, будучи школьником, смотрел в нашем вот кинопрокате. Вот, фильм «13» называется. Там красноармейцы, командир, несколько гражданских, пробираются по пустыне и находят колодец. А в колодце-то оружие босмачи прячут, а воды почти нет. И босмачи хотят к этому колодцу пробиться, а они оборону держат. Босмачи говорят, вы уйдите, мы вас отпустим, нам вода нужна. Народ поить нечем, лошадей поить нечем. А они держат до последнего оборону, пока наши не приходят, ну и босмачи не призывают к полному порядку. Вот такой был фильм снят. Хороший очень фильм такой, напряженный, драматический. Классика нашего пустынного, скажем так, жанра. Очень хороший фильм. Так вот самое интересное, что с этого фильма были сделаны несколько ремейков, причем в американском кино. Это так мы считаем, что это ремейки были. Американцы про фильм «13» не вспоминают, хотя там, ну в общем, почти один к одному, грубо говоря. На экране Хемфри Боггард. Фильм тоже назывался «Сахара». Тоже, это я неудачно сказал, «Сахара». С 43-го года фильм «Американские танкисты» уходят от преследования немецких танкистов, находят оазис с колодцем, и вот они держат оборону около этого колодца, не дают немцам. Ну, в общем, короче говоря, кинофильм «13», только там не босмачи красноармейцы, а немцы и американские танкисты. Хороший фильм был. Назывался он «Сахара». В 70-х годах этот фильм повторили с «Белуши». Вот он, «Белуши». Простите, не в 70-х, даже уже в 90-х годах. И фильм тоже получился, замечательный фильм. Вот там, видите, так сказать, танк исторический тех времен. То ли «Ли», то ли какой-то другой танк немецкий, простите, американский. Ну вот, такой вот фильм. И более того, в 52-м году был еще один ремейк наших 13, назывался «Последний скаманчий». Только там уже обычные ковбои и пассажиры-дилижанса держат оборону около колодца против индейцев. Вот такой вот был фильм. Еще был фильм «Сахара» после 2000 года, но он к этим всем фильмам никого отношения не имеет, не перепутайте. Вот. Вот такие замечательные вещи, оказывается, в Советском Союзе умели делать. Надо этим гордиться. Слава великому режиссеру Михаилу Рому. Всех благ, вам удачи, до свидания.